В приходском доме церкви Святой Елизаветы в Кронштадте прошел своеобразный ликбез по работе системы обязательного медицинского страхования. Пришедшие на встречу смогли задать свои вопросы специалисту. Как выяснилось в ходе встречи, многие владельцы полисов ОМС плохо представляют, какие он дает права. Например, мало кто знает, что пациент может выбирать лечебное учреждение, и что любые платные медицинские услуги, которые ему предлагают, должны быть заверены договором. Люди жалуются много на обязательное медицинское страхование, на врачей. Но цель встречи была не в том, чтобы сказать, о, какое плохое ОМС, но наоборот показать, что в некоторых моментах граждане некомпетентны или не знают то, как подойти, как общаться с теми же врачами, как работать в системе ОМС. Участники встречи вспомнили случай, когда роддом отказывался принять роженицу, отправляя ее в консультацию, где она наблюдалась. Это грубое нарушение. Рожающую женщину должны принять в ближайшем родильном отделении. Также много вопросов вызвала тема лечения детей. У нас все дети должны обеспечиваться бесплатно до трех лет медицинскими препаратами. Мало кто об этом знает и мало кто этим пользуется. Если это семья многодельная, то там до шести лет дети обеспечиваются бесплатно этими лекарствами. Нередко врачи предлагают пациентам дорогостоящие лекарства, мол, с ними лечение пойдет быстрее. Специалист по работе со страховыми компаниями пояснила, к советам врача стоит прислушиваться, но по закону все бесплатные аналоги должны быть в лечебном учреждении. Однако, возможно, более низкого качества. Ну, открытием, что я имею пользоваться бесплатным операцией туда-сюда. Хоть мне операцию делали, я оплатила. Да, могли бесплатно делать, а я оплатила 20 тысяч, 25 тысяч. Специалисты советуют, если по спорным вопросам никак не удается договориться с врачами, следует обратиться в свою страховую компанию.